Светорусская буквица, буквица Ядь, Божественная связь, взаимодействие небесных и земных структур. Что значит Божественная связь? Уже к человеку приходит понимание, что это не просто идеи чистоты и порядка в мироздании, это и есть сама энергия, то есть это не просто слова, это не просто какие-то установки или условности, это и есть сама энергия жизни, то есть это прям энергия, ее можно потрогать, ее можно вкусить, ее можно увидеть, это есть Божественная связь. Это знаете как, это кто-то может подумать, что принципы мироздания, коны, это всего лишь определенная договоренность между азом и душами. Но нет, это прям энергия. Это прям энергия, суть которой, смысл которой – порядок. То есть порядок достигается не на основании какой-то договоренности или условности. Порядок – это результат прям именно энергии. И вот эта Божественная связь, это не то, как мы договоримся. Это то, что есть и существует всегда. Взаимодействие небесных и земных структур. Что значит взаимодействие небесных и земных структур? Земные структуры – это то, что создают души из тела Аза. А небесные структуры – это вот эти идеи мироздания. Это сама вот эта энергия, смысл которой порождать порядок. Представьте, что в пространстве вечности и бесконечности постоянно двигается энергия, скажем, предположим, по кругу. Во все стороны в объеме, но при этом она вращается по кругу. И суть этой энергии – жить и двигаться, чтобы при этом всегда был порядок и всегда было хорошо. Всегда чистота, порядок, гармония, общение, взаимодействие. Эта энергия начинает порождать души. Далее души берут эту энергию, и они ее вместе этой энергией начинают преобразовывать, начинают создавать тела себе, миры, планеты. Это как создание себе игровой деятельности, то есть души творят. Вот точно так же, как мы с вами творим пространство вокруг себя, я имею в виду своим телом, своим разумением, точно так же души вместе с вот этой все пропитывающей жизненной энергией своими вкусами творят эти тела. То есть мы как творим тела своими вкусами, что мы хотим делать при жизни, как мы хотим жить, в какой среде, какие хотим естественные потребности. И под это уже, под наши естественные потребности, которые являются как полотно для пазла. А далее уже та жизненная сила начинает это полотно заполнять пазлами, то есть строит нам тело для жизни, который у нас вкус. И здесь вот происходит взаимодействие небесных и земных структур в том плане, что одно переходит в другое. Небесные структуры, основные, дали жизненную энергию, воодушевление, разумение, жизнь, понимание, основы порядка. Мы это все взяли, поэтому построили свою жизнь, воплотили из веществ. Это мы ввели в наши отношения, то есть мы создаем на основании этого земные структуры. А далее вот эти земные структуры, порядок, являются основанием для того, чтобы эти земные структуры более понимались другими живыми существами. Идет передача знания. Я сам, наведя порядок по этим принципам, хорошо понял эти принципы, далее все более живя в этих принципах, наращивая свою мудрость еще более, наращиваю понимание данных принципов. То есть у меня идет именно вот это взаимодействие небесных и земных структур. Я беру небесные, проявляю в земную структуру и смотрю, что получится. То есть земные структуры – это как поле деятельности, где я могу проявить себя, чтобы увидеть, насколько я хорошо понимаю идеи мироздания, насколько я мудр, насколько я силен и могуще. Это и есть взаимодействие небесных и земных структур. Небесные структуры не исключают земных, а наоборот, они их наполняют, а земные структуры не исключают небесных, они наоборот их дополняют. Небесные наполняют земные структуры, а земные структуры дополняют небесные структуры. Следующий образ буквицы «Ядь» – процесс нисхождения высшего начала в плотные миры, его обогащение опытом рождения в проявленных мирах и в восхождении ко Всевышнему. Процесс нисхождения высшего начала в плотные миры. Что значит высшее начало? Это то, что мы хотим с вами, как необузданность, радость, эмоции, воодушевленность, непоколебимость, неукротимость, то, что мы с вами желаем. Это и есть высшее начало. И вот здесь мы с вами это проявляем, но боимся. Это когда внутренний голос говорит «Ну не бойся, давай, делай, делай, давай, разбирайся, делай, показывай себя, твори, неважно, получится, не получится, давай, делай, голову включай, напрягайся». Это и есть процесс нисхождения высшего начала в плотные миры. Это и есть та самая жизненная энергия, смысл которой наводить порядок, смысл которой воодушевлять, нести ответственность. Далее «Его обогащение опытом рождения в проявленных мирах и в восьхождении ко всемышнему». Что значит «Его обогащение опытом рождения?» Что такое опыт рождения? Это не когда я меняю тела. Опыт рождения – это когда я мудрею, когда ко мне приходит понимание, понимание кто я, где я, что мне делать. Причем обогащение опытом рождения в проявленных мирах. Почему именно в проявленных мирах? Если человека отправить в невесомость, или, например, убрать его от его игрушек, глупостей и привычек, он будет очень потерян и закроется моментально. Земные структуры созданы для того, чтобы живое существо в ограниченности могло знакомиться с собой и с мирозданием, с идеями мироздания. То есть созданы определенные условия, в которых душа не боится обучаться, учиться и знакомиться с Азом. Ну, сами понимаете, если сейчас перед вами предстанет какое-то сверхсущество, большинство людей просто могут погибнуть от разрыва сердца. И точно так же, чтобы Бог Аз, или, иначе говоря, душа, не разорвало ее от знакомства с Азом, с источником жизни, потому как он очень могущественный, очень великий, и его можно не понять. На самом деле его можно понять только глубиной, мудростью, чтобы вот этого не было ужаса со стороны души. И набирается вот этот опыт рождения в проявленных мирах. А зачем? А затем уже восхождение ко Всевышнему. То есть сначала мы потихонечку знакомимся с собой, знакомимся с тем, что вокруг нас, знакомимся, что в основе этого мироздания, только потом мы знакомимся с самим Азом. Потому что если сразу с ним познакомиться, душа может пук лопнуть просто от переизбытка восторженности. Потому что знакомство с кем-либо, это почувствовать его и понять. А если мы знакомимся с чем-то, понимаем, что намного превыше наших сил, более того, у нас и желания-то нет, то можно надорваться, очень сильно можно надорваться. Следующий образ буквицы «Ядь» – творение бытия по замыслам Всевышнего. А здесь уже, когда Аз или душа, Бог, Бог или Бог и Творец – это совершенно разные понятия. Бог – это мудрая всемогущая душа, которая поняла свое могущество, поняла Аза. Аза – это и жизнь, источник жизни, это Творец. Значит, творение бытия по замыслам Всевышнего. Здесь уже идет именно творение других игровых площадок. Понимая Всевышнего, понимая Его идеи, понятие неизбежность и неизменность этих идей, душа начинает этими замыслами творить. Понимаете, есть вода – название, то есть само слово «вода», а есть само вещество. И когда я говорю «нравственность», я не имею в виду слова или понятия, я имею в виду вещество. Нравственность – это вещество. И добросовестность – это вещество. Это вещество, которое можно потрогать, осизать, понюхать. И здесь душа вот этими веществами, веществом под названием «сила», веществом под названием «нравственность», добросовестность, вот этими веществами начинает уже творить новые бытие, новые миры. Знает как, поняла как, уже ведет процесс, творит. И не только творит, еще и поддерживает. Следующий образ буквицы «ять» – соединение вселенского и земного бытия. Не совсем понимаю. А, все, понимаю. Земное бытие – это то, что мы с вами создали. А соединение вселенского и земного бытия имеется в виду, что наше бытие не только для нас хорошо, для окружающего нас мира, я имею в виду там других живых существ, стихий, а наше бытие, оно даже вписывается в общее мироздание и как-то взаимодействует. Не совсем понимаю. Недостаточно у меня вот в этом смысле. Недостаточно понималки, смекалки. Но как-то тут идет вот именно соединение. То есть земное бытие это, скажем, часть соединяется с целым. Причем соединяется на общем понимании, на желании взаимодействия. То есть опять же на принципах мироздания. То есть они как пазлы встают друг в друга. Как одно целое. Вот это так, вот это и есть соединение. Как одно целое. Их невозможно разорвать. У них не просто договоренность между собой, а между ними энергия, которую можно ощутить, которая все их скрепило и невозможно разорвать. Вот это и есть соединение. И вот так вот тут соединилось вселенское земное бытие. Следующий образ буквицы Ять жизненные силы в непрерывном движении. Жизненные силы в непрерывном движении. Здесь имеется в виду, что при наведении порядка у нас игра не заканчивается. Это не говорит о том, что игра закончена или нам теперь будет неинтересно. Нет. При наведении порядка мы входим через энергии в соединение с пространством, которое находится в порядке. И у нас тут начинается взаимодействие. Это и есть жизненные силы в непрерывном движении. Мы все уже взаимодействуем всем вот этим огромным домом, огромным мирозданием. То есть, когда мы у себя навели порядок, когда мы поняли, кто мы, что нам делать, мы тут все договорились, все объединились, поняли, что есть в основе всего. Нас уже соединила эта живая энергия под названием жизнь, добросовестность, нравственность, все уже скрепила. И потом мы скрепляемся с общим мирозданием, и у нас идет огромный вселенский процесс взаимодействия. То есть, теперь мы не просто в своем вот этом жизненном цикле, мы теперь в бесконечном жизненном цикле. Это есть жизненные силы в непрерывном движении. То есть, мы подключились к бесконечному, к вечному, и мы теперь там равнозначные партнеры. Мы там вместе трудимся, взаимодействуем, и у нас там непрерывное движение. Мы есть жизненные силы. Все мы и есть жизненные силы. И своим взаимодействием мы создаем непрерывное движение. Далее. Совершенство, гармония. Что значит совершенство? Совершенство, совершенно. Порядок. Совершенный может быть только порядок. Когда все на своем месте. Это и есть совершенство. И уважение, взаимодействие, чистота. Это и есть совершенство. Гармония. Что такое гармония? Это порядок. Порядок, чистота. Все друг друга понимают, взаимодействуют. Всем хорошо. Это и есть гармония. Гармония, когда всем хорошо. Это не когда мы законы написали. Это не гармония. Это не совершенство. совершенство и гармония, когда есть абсолютное понимание и абсолютное согласие. А для этого должен быть какой-то фундамент, основание, который сладок для всех. И это и есть та самая энергия, тот самый аз, энергия нравственности и добросовестности, которая всем нравится, которая всем вкусна. И он вот так вот всех объединяет, как нитка, всех вот так пронизывает и всех делает одним целым. Динамический образ буквицы Ядь. Повсюду в мироздании царит порядок. Все живые существа, все энергии, которые порождены энергией чистоты и порядка, находятся во взаимодействии, в общении. И когда я в своей жизни начинаю использовать эту энергию порядка, энергию чистоты, структурирую ее, наполняюсь ей сам, понимаю ее все больше и больше, создаю вокруг себя чистоту и порядок, даже когда мы коллективно потом создаем порядок вокруг себя, на основании вот этой добросовестности, чистоты, и наши узы становятся нерушимые, мы тем самым наполняем свое пространство вот этой чистотой, и мы входим в соединение со всем безгонечным мирозданием. Наполняя себя этими ценностями, питаясь этой энергией, мы подключаем себя, мы подсоединяем себя уже на другой пласт, на пласт взаимодействия со всем вот этим безграничным чистым миром. То есть мы выходим из своего маленького одиночного мирка в мирок великих живых существ. Как это объяснить? Ну, есть вот люди, которым интересно среди спортсменов. Они наполнены вот этой философией спорта, и поэтому их вот притягивает в эту атмосферу, где царит эта философия спорта. Здесь то же самое. Впуская в свою жизнь вот эту божественную энергию, божественную связь, мы этим наполняемся, мы этим пропитываемся, мы все вокруг себя делаем того же качества. И это и есть то самое подсоединение ко всему тому пласту мироздания, который живет под тем же принципом. Мы свою земную структуру, свою жизнь, свои плоды, свои труды наполняем этой энергией и все это входит в тот мир, в мир чистый. У нас тут было невежество, забытие, хамство, нахальство, но я выбрал божественную связь, я ее принял, она пришла в мою жизнь, это все высшее начало не сходило ко мне, не сходило, я наполнялся, с этим знакомился, обучался, наполнял свою жизнь и этим я перешел из одного качества в другое качество, из земного бытия в небесное бытие, потому что разница только в качестве. Наполняясь именно вот этими небесными энергиями, я стал игроком другого коллектива, я перешел в другой коллектив, мне стало интересно другое. Исходя из предыдущих буквиц, живое существо, наведя порядок, удостоверяется в качествах азов, удостоверяется в этой живой энергии, энергия, следствием которой является порядок, добросовестность и нравственность. Живое существо, человек начинает ею наполняться еще больше, он начинает все делать на основании ее. И все более и более понимая эту энергию, ему уже не интересно просто жить в этом порядке и поддерживать этот порядок. Живому существу уже хочется творить, ему хочется создавать. То есть, живому существу хочется познать могущество творца, создание миров, создание тел, создание живых существ. И живое существо под влиянием желания такой великой ответственности идет ко Всевышнему. Но опять же идет ко Всевышнему после того, как очень четко понял, что это за энергия творца, кто такой творец, кто такой Аз. Он уже знаком с ним. И вот когда создав порядок в своей жизни, в себе, вокруг себя, он тогда только начал знакомиться с Азом. И тогда именно когда понял его, только тогда он пошел уже ко Всевышнему к Азу. Другими словами, чтобы душу ничто не отвлекало от знакомства с Азом, она навела порядок. Все урегулировала, тихо, спокойно, все нормально, ничего не тревожит, страхов нет, депрессии нет, теперь можно спокойно поговорить, кто ты такой источник жизни. произошло знакомство. И далее после Вознесения ко Всевышнему, поняв, что душа такая же, она начинает то же творение, что и сам Всевышний. Начинает творить уже миры, живые существа и что там еще, я не очень-то знаю. И вот здесь как раз говорится, что вот это живое существо, оно начинает участвовать во вселенском непрерывном движении жизненной силы. Душа становится партнером источнику жизни. Она достигает абсолютного совершенства своей истинной природы и достигает гармонии абсолютного порядка. Скажем так, душа нашла себя, нашла своего родителя, душа нашла свои истоки. и установила со своим истоком взаимоотношения. То есть она достигла совершенства. Ребенок Всевышнего, ребенок Творца стал Творцом. «Ребенок» Субтитры создавал DimaTorzok